ГОМЕЛЬ 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 Сумма субсидий будет для всех граждан абсолютно разная, поскольку здесь учитывается как совокупный доход семьи, так и площадь жилого помещения, так же тот объем жилищно-коммунальных потребленных услуг. Поэтому не будет равной господдержки в виде субсидий. Все эти безналичные жилищные субсидии будут иметь разные цифры для разных категорий граждан. Субсидоваться будут все основные послуги, колени перевышены, нормативы споживания. Будут покрываться выдатки на электроэнергию, на рух лифта, уборку и светление места у агульного корыстания. А вот додатковые виды послух, от яких человек может отмовиться, не будут субсидоваться. Это, например, в видеоназирания. Дорога, отмовить у субсидий, навод, коли сукупный доход это позволяет, могут в том случае, когда кто-то с членом семьи, мая во властности некольких объектов нерухомости, те сдают жиле подоговоры найму. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Выразное посаджение постоянной комиссии по социальных питаниях Гомельского областного совета депутатов пройшло на территории Гомельского района. Удельники ознайомились с умовами навучания и проживания детей с особенностями психофизичного развития. Что делается для их социальной адаптации, доведался Дмитрий Котов. Один из пунктов программы – Улуковская допоможная школа-интернат. На уроку математики в ушне уважливо слухают наставника. Атмосфера, как у любой звычайной школы. Одно одрознение детей – у сего трое. В уголе самый великий класс у школы складается с восьми человек. После закончения Улуковской допоможной школы-интерната подлетки отрымливают не от истаты, а посвечения, которые позволяют протягнуть в учебу у лицей альбо колледжи. В программе у детей общий образовательный предмет – это и математика, и география, и история, и физкультура, и трудовое обучение. Но, конечно, учитывая специфику нашей школы-интерната, основной упор здесь все-таки на трудовое обучение. Трудовое обучение – это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен. За раз у школы нарушается 120 детей. Наставники робят усё для их социальной адаптации и развития сдольностей. Дети выросшують огороднену, займаются выявленьшим мастатства, музыкой и танцами, а так само регулярно тренируются у спортивной зале. А у отделений пост-интернатной адаптации, якое нагадывая звычайную квартиру, их рыхтують до самостойного життя. Тут выхованцы установят под пильным наглядом дорослых, лучатся готовать себе ежу, наводить парадок, уладковывать интерьер и различивать свой бюджет. До речи, и после того, как дети покидают интернат, они не застаются без уваги наставников. После окончания школы наши дети два года находятся на патронате. То есть наши учителя, социальный педагог ведут работу, ведут с ними очень тесное взаимодействие. Они их отслеживают, где они учатся, где они работают по окончании. И если у них складываются какие-то трудности в переходе после училища или лицея на работу, то здесь, конечно же, подставляется плечо. Депутаты областного совета деталево знакомились с умовами научения и проживания. И они наведали выставы творческих работ выхованцев интерната, увидели, как проходят занятки и как дети проводят вольный час. Была отзначена вялизная работа, которая проводится наставниками. Однако есть за уваги по материальной базе. На думку депутатов, необходима как техническая оснащенность подобных установ ни в чем не заступала городским школам. Коллектив прикладывает здесь просто колоссальные усилия в тех условиях, которые есть. Конечно, хотелось бы, наверное, еще больше и лучше создавать условия в таких учреждениях. Немножко пристальнее обратить внимание всем заинтересованным структурам, которые имеют отношение к данной проблеме. Тогда, я думаю, вопросы и социальной адаптации, и вопросы социального сиротства в том числе будут решаться намного проще и результативнее. Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, Телерадиокомпания, Гомель. Дмитрий Родянко, Телерадиокомпания, Гомель. Дмитрий Родянко, Телерадиокомпания, Гомель. Задать хвалюючее пытание можно и урачам областного онкологичного диспансера с 9 до 11 по телефону 719632. Сегодня Международный день студента. Глядя на то, что молодь свое свято проводит гучно и весело, история этого дня трагичная. 17 листопада 1939 года нацисты штурмом взяли Университет Праги и больше тысячи молодых людей отправили в концлагеры. За то, что те вышли на демонстрацию, как позначит годовину створения Чехословакии. В памяти патриотов Сусветный Конгресс в 1942 году отвестил этот день международным святом. С того часу минуло не одно десятигодие, а и сегодня 17 листопада молодых людей в Пашане. На Гомельшине зараз денежая 7 ВНУ, студентский билет мают 37 700 человек. И это не только жахары Беларуси. Заведоми у Гомельской установы «Адукацию» усе частей приезжают граждане замежных краин. При этом надзённой форме навучания у державных ВНУ в области спостегают азы профессии 60% студентов. Подадзе на головного статистичного управления Гомельской области переважно больше студентов вучатся на правообъедов экономистов, специалистов у сферы коммуникации и организации вытворчасти. Межзайнше хрыхтуется специалистов для лесной и сельской господарок, а так само садово-паркового будавництва. У Гомельске палацово-паркового ансамбль пробыла выстава «Мастацтва тибетского буддизму». Самые старожитные экспонаты относятся до 12-13 стагодзев. Это первый выставочный проект, который ожидает державный Эрмитаж на региональном узровне в нашей стране. В уголе Эрмитажная коллекция тибетского мастацтва наличная больше 3,5 тысяч экспонатов. У Гомеля будет демонстрироваться 170 из них. У Тымлику такие ритуальные предметы. Но центральное место экспозиции займет скульптуры. У Тымлику в особлении милосердности Авалакиташвары. При этом организаторы мкнулись максимально представить весь буддийский пантеон. Наставники – Буды, Жаночая Бажаствы, Идемы, Дакини, Лакопалы. Открытие выставы признашено на 22 листопада. У Гомельским палацово-парком ансамбле она будет працовать на протягу двух месяцев. В России и Белоруссии, наверное, в Украине эти вещи на 70 лет были закрыты, поскольку все-таки религия у нас не очень приветствовалась. Поэтому эти вещи действительно никому не показывали. Эти вещи действительно уникальные и очень хорошие. И в России у нас в Эрмитаже самая лучшая коллекция. На Гомельшине протягивается агульно-пионерская экологичная акция «Одновим лясы Беларуси». Ее удельниками стали члены пионерских дружин советского района Гомеля. Акция «Одновим лясы Беларуси» распашалась от 13 вересня этого года, у день народжения Республиканской пионерской организации. Акция заявляется круглогодовой. С надыходом холодов она припынется, а для весной будет одновлена знов. Усяго в ее рамках только на Гомельшине плануется посадить каля 5 тысяч древ. При этом все работы проводятся суместно с организациями лесной господарки. Сярод головных задач акции не только притягнуть пионеру до громадской корыстной справы, а и провести серот их профилактическую работу экологичной накеруванности. Мы рассказываем пионерам о том, почему важно сохранять лес, в чем вообще драгоценность нашей страны, почему нашу страну называют зеленой, и почему действительно важно сегодня сохранить наше зеленое богатство. И третье направление деятельности в рамках этой акции – это непосредственно, конечно же, сбор макулатуры, ежегодная акция «Наш пионерский труд тебе, отчизна», в рамках которой пионеры помогают собирать макулатуру для того, чтобы использовать вторичное сырье. Это и другие новины вы можете узнать на нашем официальном сайте по адресу www.tvrgomy.by. На этом выпуск завершен. У студии працювал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова